Если её употреблять ежедневно, она негативно влияет на здоровье. Но это же вкусно, скажете вы. О пользе этой крупы можно поспорить. Одни считают, что каша полезна на завтрак. Другие считают, что каша не содержит полезных веществ для организма. Давайте разберёмся. Всё дело в фитиновой кислоте, которая содержится в крупе. В организме не усвоится кальций, фосфор и железо, если часто употреблять фитиновую кислоту. По этой же причине может быть недостаток в организме таких веществ, как цинк и фосфор. Соответственно, вот откуда хрупкость костной ткани. Ломкость сосудов, боли в суставах и мышцах, нарушение работы почек, воспаление дёсен и разрушение эмали. Люди с диабетом должны дозировать употребление овсянки, так как она содержит высокое количество углеводов. Овсянка приносит пользу, но если употреблять её не чаще 2-3 раз в неделю. В этом случае вы наладите работу кишечника и сбросите лишний вес. Эта каша богата антиоксидантами омега-3 и фолиевой кислотой. Но каждый понимает, что чем большую обработку прошло зерно, тем меньше пользы в нём осталось. Используйте цельное зёрно овса, и тогда вы точно получите пользу от съеденного. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok